всем привет последнее время меня очень часто просят рассказать о тех или иных птиц а их содержание но к сожалению я не всегда могу быстро реагировать на ваши просьбы потому что вы сами видите какое у меня обширное хозяйство и по мере своих сил возможностей ну буду хотя бы как-то поэтапно или постепенно отвечать на ваши вопросы вот сегодня я добрался до зяблика поэтому я вам расскажу немножечко об этих птицах об их содержании потому что много людей спрашивают как бы не было банально и распространена эта птица в наших краях но привлекает естественно она своим пением своей окраской своей жизнерадостностью но что останавливает любителей при содержании зябликов это в первую очередь ну наверное канонические утверждения многих авторов которые пишут книги зачастую неверно указывают на те или иные аспекты но частности зябликов о зябликах написано что сложные в содержании птицы указывается что они слепнут едят семечки коноплю и при этом слепнут вообще плохо живут в неволе плохо приручаются честно я вам признаюсь вот так вот положа руку на сердце я за свою жизнь не загубил не похоронил еще ни одного зяблика то вот это зяблик это самый мой первый зяблик ему 12 лет на минуточку так 12 лет все остальные зяблики там кому 5 кому 6 кому 3 кому 2 за этот период я не похоронил еще ни одного зяблика это говорит о том что либо авторы из этих вот книг которые пишут подобные вещи об этих птицах может что-то недопонимают может что-то неправильно делают может как-то они не так информируют вас но это совсем не так причем что интересная история этого зяблика эта птица попала ко мне люди ехали на машине избили его на трассе значит они принесли мне зяблика я его выходил слава богу там никаких не переломов ничего не было просто заглушил так вскользь стеклу проехался вот я его значит выходил 12 лет вот он у меня живет как молодой поет так это о чем говорит что птица попала ко мне не птенцом накиньте еще как минимум два года 14 лет как минимум этой птицы и вот думаете сами решайте сами заводить или не заводить вы видите клеточка открыта они даже не пытаются выскользнуть то есть они свободном доступе я их не выпускаю всех сразу потому что у меня куча других птиц летает чтобы не передрались не было ссор то есть каждый день у них у каждого свой свой день в каждый день они летают дверку открыл полетали к себе сами залетели никаких проблем они все это знают никто не нервничает никто не суетиться никто не разбивается в кровь вот 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 вам факт вот видео как хотите вот это вот это же не монтаж ничего абсолютно спокойно вот кинора рядом сидят спокойно зяблики чем не кенов вот пожалуйста вот еще зяблик сидит малыш сегодня не его очередь гулять сейчас тут где-то один летает может подлетит сегодня другой гуляет вот сказать что причина гибели является зябликов семечки я тоже не могу потому что у меня например вот семечки стоят как вы видите всегда в свободном доступе для тех птиц которые летают в квартире то есть они например могут запросто сесть покушать зяблики всегда хватает семечки то есть сказать что я ограничиваю их в семечках я тоже не могу такого основной рацион естественно это зерносмесь я стараюсь добавлять семена луговых трав ну хотя и канареечные семени тоже даю обязательно обязательно это мучник вот здесь баночка с мучником потому что зяблики всегда кушают мучник всевозможные фрукты яблоки апельсины салатики любят купаться вот если это как бы что по питанию то есть такого ничего такого сверхъестественного ничего такого скажем заоблачного я с этими птицами не произвожу но они живут поют радуются как вы видите в полном порядке может быть конечно значит что летают они у меня имеют доступ и поэтому двигаются в движении не знаю но попробуйте вы так сделать что такого там раз в неделю два раза в неделю выпускать птицу на день полетать этому это никого не затруднит вот как бы вот так вот тут даже не знаю каких секретов особых сказать но все зяблики это очень милые птицы и если вдруг встанет вопрос заводить зябликов или не заводить но я скажу конечно заводить он вам принесет столько радости что потом спасибо то я собираюсь разводить еще не разводил ну собираясь даже этой весной не знаю получится не получится есть мне такая затея гибридов хочу сделать все это буду освещать при определенных успехах конечно что желаем вам удачи обязательно заводите зябликов если у вас имеется такое желание такая возможность а судя по вашим вопросам вас такая же такое желание имеется так что вот так вот там есть другие у меня видел где можете поискать зяблик на кухне летает вот это вот именно из той ситуации когда я выпускаю птицы они свободно гуляют тоже наглядный пример так что вот это наверное единственная птица которая ни разу за всю мою практику еще не погибло в домашних условиях всем удачи жду новых вопросов рад что вы со мной пока пока